Фильм «Безумный Макс. Дорога ярости» рассказывает о постапокалипсисе. От человечества практически ничего не осталось. Из признаков цивилизации только автомобили, на которых герои мчатся на высоких скоростях. А это уже Алтайский край. Трасса до сел Чаузова и Листвянка, хоть и не постапокалиптическая, но по праву может носить название «Дороги ярости». Поездка и вот результат. Одна фамилия пришлось, машины крепить уже вместо бампера в другом месте. Если днем в хорошую погоду по дороге можно проехать, то вечером риски остаться на обочине возрастают в разы. Не так давно 8 жителей Чаузова отправились в райцентр, домой возвращались поздно. УАЗ сел в грязи, звонили в село, в соседний район помощи не было. Никто не мог приехать, вот и пришлось ночевать на дороге. Помощь оказались спустя 11 часов, и тут терпение сельчан закончилось. У нас дороги весной такие есть. Но пока вот лесовозами не разбили дорогу, то есть мы ждали, мы терпели, мы никогда никуда не жаловались. Все. Мы подождем, глядера пришлют, там подсохнет, все. Мы проезжаем, там вот накатаем дорогу, все. Но как в этом году это... На дороге протяженностью 50 километров три крупных участка бездорожья. Причем настолько, что застревает и тяжелая техника. Что уж говорить о УАЗиках скорой помощи. Медики не могут добраться до сел. Мы ехали 9-го числа, у меня у ребенка началась цепь. В город поехали, и под Петровской, где мы застряли, я обратилась в единую дорожную службу, на что мне предложили вызвать платный эвакуатор, потому что вверху номер 7 сказалось нам помочь. А Топчихинская дорожная служба сказала, что очень далеко, удаленность большая. Местные жители винят в плохих дорогах автомобили Бавровского лесокомбината. По словам директора, все законно. Машины уходят на маршрут без нарушения разрешенной массы. Сельчане писали письма дорожникам, сообщали в районную администрацию. Но никаких сподвижек по делу до сих пор нет. У многих на этой трассе ломаются автомобили, и машина нашей съемочной группы не исключение. По пути у нас отвалился один из светоотражателей и лопнул бампер. По местным меркам мы отделались легким испугом. Ну а сколько еще автомобилей станут жертвами этой дороги, вопрос открытый. Вадим Слюсарев, Антон Червяков, Павел Бурнашов. Новости.